полгода мечтаю записать видео про под названием чему я научился у моего пса вот на самом деле это очень прекрасный пёс очень верный но и в то же время самостоятельный такой самец хайрам его зовут перевел в переводе с санскрит это переводится о господи хайрам вот поэтому каждый раз кто кто зовет моего пса по имени или просить его хайрам хайрам таким образом прославляет очень далекой от наших православных традиций индийское божество хайрам смотрите что чему можно научиться у собаки вот и в частности у хайрама я не это не режиссерская постановка моего ничего не вкалывали просто ему очень хорошо смотрите у меня например у человека рождается какой-то импульс какое-то желание какое-то побуждение такое внутри что-то так раз родилось и она у нас проходит такую социальную фильтрацию вдруг там кого-то там обнять растам захотелось и или просто укусить знаете на меня иногда просто что такое накатывает и хочется просто человека укусить в плечо не знаю такая вот патологическая реакция ну конечно 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 я фильтрую я это все перерабатываю аккуратненько и думаю так если это женщинам я подойду и укушу в плечо это будет непонятно если мужчина это непонятно вдвойне вот вот а удивительным образом собака вот пес он находится в глубокой такой контакте со своей телесностью мы знаем из курса практической психологии что все что называется подсознанием это память тела наше подсознание живет в теле и видите вот тело у него с головой дружит вот и вот он просто вот прямо сейчас у него такое состояние я прям преданный зайчик животик открытый атмосфера безопасности хозяина он любит вот импульс проявляется естественным образом вот вы знаете и самое интересное что животные не глупые вот раньше хайрамчику когда надо было утром выходить гулять он просто хозяина подходил скулил будил лаял сейчас он уже подрос ему уже больше года и вот смотрите как он утром он сидит проснувшись и пристально смотрит на хозяин он уже не будет не он просто знает что хозяина обязательно выгулять у него нет какого-то чувства тревожности и так далее то есть они обучаются они откликаются не только на кличку но и на голос его имя если произносит то другое может и не приближать вот мы с ним очень хорошо дружим вот интересно если как ты каким-то образом прогуливаться гулять или например я собираюсь идти на улицу я только мысль допущу что надо бы уже ну там например там рубашечку отдел там или носочки отдел он уже быстренько быстренько на двери лапки кладет типа гулять пойдем вот и он тогда раз и собирается то есть хотя я могу нас об одеть носочки или рубашку по совершенно другому поводу но он распознает то есть между хозяином и собакой существует это интуитивная связь я раньше об этом говорил в это не верил так чтобы серьезно он свободолюбивый но в то же время он верный но понятно что мы держим его как игрушку для себя но в то же время там мы же говорим ему нет ну как бы про собаку он вот в англии тоже про питомцев говорят он или она а вообще если это безличная собака то говорят it то есть она хайрамчик мы снимаем видео про то чему я у тебя научился вот смотрите когда ему надо выразить любовь сейчас вот я хочу смотри он так вот покусывание покусывает но он знает меру он никогда не укусит больно вот а когда надо выразить любовь и у него очень много любовной энергии он облизывает ушки это значит он очень-очень любит очень прям признается в любви это облизывать ушки я понимаю утром каждое утро он встает но вот мы с ним там ходим по дому все и он так раз как бы сделает такую позу собачки на этот поклон и когда утром не было поклона евро хайрам а поклон и тогда и я ему показываю что здравствуй собака и он тогда поклоняется так и лизать не чувствую в кадре не будешь так иди сюда вот поэтому вот это естественно поэтому говорят там собачья преданность это кстати очень хорошее качество некоторые на эту тему ну как бы иронизирует и так далее вот такая вот естественность он знает кто свои кто чужие то входит в его стаю но к новоприходящим он тоже дружелюбен в этом плане если человек только приехал еще мы познакомиться он дружественным вот тут одно время гонял овец по полю это такое красивое зрелище он маленькие ты овцы там их дюжина целые овец и они бегают а он их прям гонит и у него чувство такое что он прям охотничий пес конечно гоняешь да поэтому друзья мои у кого есть питомца а коты вообще генерирует дома уют говорят от вибра вибрация котов когда они вот эту хрум хрум свою любимую музыку играют вот то она очень и очень целительна недавно хиллари клинтон на дебатах с какими-то с кем республиканцами демократами она даже залаяла вы видели это хиллари клинтон залаяла говорит когда я вижу оппонентов я делаю ну и они говорят и них не хотят слышать мои аргументы я делаю так и в микрофон это хиллари клинтон я в порядке спасибо что ты такой внимательный поэтому друзья мои у кого есть да причем самое интересное что люди у которых есть домашние питомцы живут дольше потому что если ты один и у тебя нет друзей и внуки дети далеко то тебе незачем просыпаться а вот если выгулить собачку туда начинаешь про ты чувствуешь свою нужность слава богу мне кроме хайрама еще много людей которым я нужны которые нужны мне вот но на самом деле вот я вам очень рекомендую завести себе питомство и потомство потом питомца сукин ты сын ну вот и учиться учиться у животных и аутентичности и уюту вот и вот такой преданности вот и заботе вот это очень здорово кто хочет друзья все мы обнулились карантин закончился наш президент победил коронавирус прошел парадом по красной площади зато к сожалению и расфигачил там вы видели это асфальт расфигачил на тверской своими танками господи помилу надо же показать вот а мы здесь вот у нас горела трапезная уже достроилась поэтому приезжайте вот чей дом познакомьтесь с хайрамом он выучился и уже на собакотерапевта теперь он лечит и обучает людей естественности прикосновение к хайраму и сейчас вы продержитесь чтобы прикасаться исцеление от неврозов психозов циклотемических расстройств просто вот если вы с собакой настроены на волну ну мирности такой адекватности собака вам всегда честно скажет об этом собой своим телом если вы в каком-то неустройстве находитесь ну конфликте внутреннем собака будет ну к вам просто или кошечка она не дастся вам не погладить поконтактирует поэтому тестируем степень вашего психического здоровья на собаках пришли хайрамчик придет к вам оближет вас ой есть у нас время про волков хочу еще поговорить про волков мне рассказал один хороший человек что под питером слушать я уже потерял контакты если кто знает о чем скиньте ссылочку есть такая волчий питомник и там женщина которую волки и волчицы почитают за вожака стаи и люди которые хотят исцеления от внутренних каких-то стрессов сложных ситуаций они приезжают на этот волчий ретрит их три дня там готовят они живут в палатках летом а потом они садятся в кружочек и в полнолуние или ночью так далее короче ну как вроде в полнолуние но может это я уже найти для красоты картинки она выводит этих всех замечательных волков и они подходят к людям по людей и они подходят к людям обнюхивают садятся рядом какой-то волк может прям голову на колени положить какой-то морду вот сюда уткнуться и волки эти многолетние стрессы там наслоение человека снимают прикинь я мечтал поехать но имя этого человека который мне рассказывал и который хорошо знает эту женщину я к сожалению потерял поэтому если ты помнишь сейчас случайно это видео нет ничего случая попалась я мечтаю попасть на волчий ретрит вообще лечитесь исцеляйтесь животными в этом в этом огромная сила и потенциальность и учитесь в них быть естественными не невротизированным проявлять свои чувства вот ну и быть вот такими редкое качество для людей как преданными верными открытыми естественными ну вот ты но и настоящими мудрыми вот на этом мы заканчиваем а вам здоровье и хорошее настроение